Всем привет, с вами The Station, проект ФВХ, и сегодня в студии Иван будет рассказывать вам интересную историю о противостоянии двух империй, империи людей и империи Тао. Весь драматизм этого конфликта будет разворачиваться на просторах зоны Дамоклас, так называемый Дамоклов залив. Это находится ровненько в восточном секторе нашей галактики, и именно эта зона является по сути колыбелью империи Тао. Сама по себе она представляет скопление непонятных облаков газовых, через которые очень сложно вести навигацию ваших космических кораблей, так как оборудование начинает сходить с ума, остропаты теряются и вообще происходит полный бедлам и хаос. В общем, все это является той причиной, по которой империя Тао смогла так хорошо развиться, так как именно за этими облаками Дамоклового залива и располагается вся империя Тао, ее основные септы и базовые миры. Что интересно, сама по себе империя Тао является прогрессирующей, очень быстро развивающейся и в то же время крайне молодой расой, которая сейчас по сути занимается лишь одним расширением своих границ, поиском ресурсов для ее расширения, ну и в принципе не гнушается колониальной политикой. Все это рано или поздно должно было привести к конфликту с доминирующей силой в галактике, то есть с империей людей. В принципе оно и привело. Первая волна экспансии Тао, а так называемая сфера, позволила Тао расшириться, получить доступ к необходимым ресурсам и очень быстро произвести качественный скачок в технологическом развитии. Вторая сфера, то есть вторая волна экспансий, была не столь успешна, так как Тао, которые достигли залива Дамокла, они наконец-то таки решились перейти эти самые облака, причем потеряли при этом большое количество кораблей, но все же таки смогли найти в этом лабиринте определенные ходы, благодаря которым можно было пересечь эту область. И как только они ее пересекли, наступило долгожданное знакомство со всей имперской мощью. Знакомство было не очень успешным, так как империум быстро опомнился, собрал выеденную волю и кулак в ближайших секторах и подготовил Дамокла в крестовый поход, который отбросил Тао обратно за Дамокла в залив. Но Тао это не остановило. Они были слишком амбициозны и целеустремленны, в своем желании захватить побольше пространства, и эти ребята готовили все это время новую волну для своей экспансии. Как ни странно, все это заняло всего лишь 250 лет. Скромные временные рамки по версии империума. И вот спустя 250 лет империя Тао возвращается в Дамоклов залив. Империя же, которая отбив Тао, сразу же распределила все силы Дамоклова крестового похода по другим угрозам, она не заметила существование Тао. Ну, в глобальном плане никак не заметила. И потому весь сектор был, прямо скажем, защищен не ахтим, что очень помогло Тао в третьей сфере экспансии. Первым делом они вторглись на планету Агрилан. Это имперский мир улей, который был довольно-таки сильно загрязнен промышленностью и представлял из себя плачевное зрелище из радиоактивной земли, газовых облаков, ну и в принципе полупустого мира. Однако же Тао, захватив этот плацдарм, переименовали его в бухту Мугалат. Сразу же объявили, что это будет новый Септворлд, то есть базовый мир. И решили, что теперь данная планета является периферией империи Тао. И отсюда они будут строить свои далеко идущие планы по вторжению в соседние сектора. Между прочим, мир очень важный сам по себе, так как за ним находится звездная система, богатая на ресурсоемкие планеты. То есть очень много средств для подготовки дальнейшего распространения высшего блага по галактике. Потому мир этот действительно был очень важен. Как ни странно, соседние сектора тоже были под властью империи. Было множество планет, на которых еще теплилось имперское сопротивление. И Тао, само собой, напали на эти планеты. В первую очередь на планеты Валторис и Префектия. Если Валторис довольно быстро был сдан, то Префектия, которая представляла из себя, по сути, одно оборонительное сооружение империума, давно покинутое еще со времен второй сферы экспансии. Вот Префектия, она решила посражаться. Как только Тао захватили эту планету, неожиданно, само собой, из ниоткуда, появились имперские войска. Да не просто какие-нибудь астромилитарум, а элитные части. Два ордена первого основания. Это Белые Шрамы и Орден Стражи Ворона. Оба являются, по сути, специалистами по молниеносным атакам. Причем, если мы говорим о молниеносных атаках, мы подразумеваем автоматически Белых Шрамов, у которых степень маневренности зашкаливает. И, само собой, Гвардия Ворона, Партизанская война, Гуэрелла Файт. Это все могло сыграть очень важную роль в такой ключевой момент для Тао, как подготовка плацдарма и укрепление позиций у Дамоклового Залива. Все это вылилось в кровавое противостояние. Но был определенный козырь у Тао. Командовала войсками Тао амбициозный командор Шэду Сан. Она была любимицей касты эфирных, она была при этом еще и подготовленным бойцом и стратегом. И ей, в общем-то, удалось действительно, в прямом смысле, развести войска Империума. Так как командовал белыми шрамами никто и ноль, как Корсара Хан, ей удалось надавить на самое болезненное, на гордость. Еще во времена второй экспансии, в битве за Агрелан, Шэду Сан очень сильно уязвила самолюбие белого шрама. И теперь он поклялся, что ее голова, она будет у его ног. И этим она и воспользовалась в какой уж раз. Имитируя свое отступление, она заставила передовые войска белых шрамов попасть в ловушку. Ну а так как гвардия Ворона не могла бросить своих друзей в беде, в ловушку попали и они. И посреди колоссальной бойни погиб никто иной, как магистр Северакс, глава ордена Стражей Ворона. Причем он был лично убийц Шэду Сан. Это нанесло непоправимую потерю для сил Империума, не говоря уже о тотальной бойне среди спейс-маринов. В общем, передовые технологии Тау, их новые роботы, новые технологии, которые они освоили за четверть тысячелетия, все это нанесло Империуму сокрушительное поражение. И два ордена космического десанта были вынуждены эвакуироваться с префекти и оставить ее Империей Тау. Само собой, такой победой не могли не воспользоваться эфирные предводители всей расы Тау. И в первую очередь Аун-Ва, лидер всей нации. Он давал бравурные речи, вещал на всех частотах, чтобы каждый житель Империи видел его. Он рассказывал о великих победах, о великом будущем, о том, что король спейс-маринов, а именно так они именовали магистра, был лично убит прославленным командиром Шауду Сан. И, что самое важное, он использовал старое доброе, все для фронта, все для победы. Он потребовал от каждого жителя Империи выложиться на 146% и дать как можно больше боеприпасов, технологий, машин, всего чего угодно. Лишь бы все работали как можно больше, потому что сейчас очень важный период. Нужно больше минералов. И вот с таким приподнятым настроением Империя Тау встречает конец 40-го тысячелетия. Но зря ребята так радовались. И все это выливается в противостояние, по сути, двух идеологий. С одной стороны, динамически развивающиеся, адаптирующиеся раса Тау, которые не чужды демократические принципы, в общем-то. А с другой стороны, огромный бегемот, пользующийся архаичными законами, ультраконсервативный и отвергающий большинство новых технологий, так как они несут только зло, в общем-то, немножко выживший из ума и настрадавшийся гигантский организм человечества. Битва Титанов. Как только Тау появились в секторе Дамоклого пролива, империя уже была готова. Сотни астропатов передавали сигналы о надвигающемся вторжении, и огромная военная машина откликнулась. Как только битва на префекте была завершена, уже сотни кораблей были готовы принуться в бой. 478-й боевой флот под руководством адмирала Хавка был назван как Флот Возмездия, и представлял из себя мощь, которой можно было не только снести одну планету, но и разгромить целую звездную систему, так как Империум не собирался перегруппироваться, не собирался строить второй флот. Они взяли с избытком для настоящего оверкилла. В то время как эфирные Яунва думали, что понадобится очень много лет Империи, чтобы залезать свои раны, как зарезывали Тау. Четверть тысячелетия, напомню. Вот в это самое время флот уже вылетел к своей цели, к планете Агрелан, ныне переименованной в бухту Мугалан. Для Тау это послужило совершенным сюрпризом. Будучи очень технологической расой, они само собой запустили множество зондов, которые начали тревожно въезжать на всех частотах, как только отрылись первые рифты в пространстве, и из них показались огромные тысячетонные машины, крейсера, линкоры, корабли поддержки, колоссальные баржи, внутри которых сканеры этих самых Тау-дронов считывали боевые машины, такие как рыцари, очень много бени-блейдов, танков, живой силы. Вот все это надвигалось прямой наводочкой к Агрелану, причем появились они на максимально близком возможном расстоянии от этой самой планеты. И все, что отделяло чудушные тела Тау от имперского возмездия, это были боевые станции Кир-Носла. Так как флот сам по себе Тау, Кор-Ватра, был разбросан по секторам, он был совершенно не готов к торжению, а то количество кораблей, которое находилось около Агрелана, было совершенно не в состоянии отбить угрозу. Это был пшик. Но, само собой, Тау уже умные, а имперцы, они такие, очень инертные, и, как говорит нам автор, рассказы довольно тупые. Корабли Кор-Ватра, они постреляли-постреляли, потом использовали гравитацию планеты, и улетели в далекие края космоса по направлению к родным мирам. Само собой, с одной лишь целью, чтобы увести за собой хоть часть флота Империума. Да, Империум так и сделал, он уделил часть флота и отправил в погоню за этими кораблями Тау, так как единственной целью нахождения здесь имперцев было нагнуть и засадить поглубже проклятым ксеносам. Ведь Империум мало что так не любит, как нападение ксенусов на свои территории, разве что ересь и предательство. Ну а тем временем, решив проблему с флотом противника, оставалась проблема с Кир-Нослой. Боевыми станциями, на которых располагались огромные рельсовые орудия, способные действительно нести большой урон при попытке высадки на планеты. И защищены они были особыми щитами. То есть, битва в космосе была бы не очень хорошим разменом для Империума. А Империум хоть и тупой, но материальную часть поберечь любит. Потому Адмирал Хавк не стал рисковать, бросать корабли в бой и грубой силой брать эти станции. Были вызваны те самые два ордена космического десанта, которые еще защищали Префектию и во второй волне экспансии Агрилан. Да, Белые Шрамы и Гвардия Ворона вернулись. Причем Гвардии Ворона этот раз командовал бывший капитан Шрайк, ныне магистр ордена. Ну а Белыми Шрамами, само собой, командовал Хан. Корсара Хан, который также всецело ненавидел и желал смерти Шаудл Сан. Эти два ордена должны были показать всю мощь космического десанта, как элиты сил человечества. В первую очередь там, где не могли пробраться огромные крейсера, могли пробраться громовые ястребы и абордажные торпедные модули. И сейчас перед вами будет разворачиваться битва за одну из таких вот платформ, которые защищались определенным гарнизоном Тау. Слабость такой схемы, конечно же, очевидна. В первую очередь на платформах дежурила пехота. Это воины касты огня. И они были не готовы к массированному вторжению космического десанта. А десант действовал очень быстро, так как именно первые часы и даже дни вторжения имперсов были самыми важными в этой кампании. Ведь нельзя давать Тау временную подготовку, мало ли что они могут придумать своими технологическими штучками-дрючками. Ну и данная миссия этого кампейна, а это первая миссия нашего кампейна, Она рассказывает о противостоянии этого самого гарнизона, который находится на защитных фортификациях, где располагаются щиты, и передовых сил белых шрамов. Белые шрамы действуют по своей излюбленной тактике неожиданного и скоростного нападения, потому используются две популярные формации. Это одна из них Hunting Force, другая формация Sky Hammer Annihilation Force. Главная задача у десанта заминировать три основных маркера на этой платформе и подорвать защитную сеть, чтобы впоследствии можно было с легкостью уничтожить орудийные платформы. Ну а для Тау задача одна, как можно дольше задержать противника. Ведь чем дольше мы ведем битву за эти самые платформы, тем больше времени будет у наших синемордых друзей, чтобы подготовить хорошенькую оборону. А Shadow Sun смогла сделать опять какой-нибудь коварный план и оставить в дураках Империю. В данной миссии мы будем сражаться на одном из мелких спутников, который кружился вокруг Агрелана. И вот на этом спутнике располагалась довольно крупная оборонительная сеть. Эту цепочку щитов нужно срочно уничтожить. Потому в нашей миссии сегодня играет Коля Торф за белых шрамов, а за Империю Тау играет Юра World Track. Само собой Юра может вызвать подкрепления, которые в той или иной степени как-то доразбросаны по этим станциям и прибывают в необходимое место по вызову. И этим самым подкреплением у Юры служат нефиговые тяжелые юниты. Это рептайды и юнит-командование, состоящие из костюмов мобильной огневой поддержки и командора. Помимо этого, посреди платформы возвышается Storm Surge, представляющий из себя, по сути, мобильную огневую артиллерийскую платформу. В принципе, тоже довольно дакова. И сейчас мы узнаем, смогут ли войска белых шрамов одолеть войска Тау. Миссия. Называется она «Смерть в пустоте». Как будет происходить? Для начала, чтобы вы понимали, армии — это спейс-марины и Тау. Вайскары атакуют базу Тау на одном из спутников около Луны — Муколав-бэй. Поле мы покажем сейчас подробнее. Это у нас будет, по сути, голая поверхность Луны из пары холмов. Обжектив-маркет располагаются на Тайд-воле у Тау. Собственно, и нужно захватить фортификацию Тау. Далее — расстановка. Тау деплуется первыми. И при этом еще спейс-марины ходят первые. Можно юниты отправлять в резерв, что, в принципе, логично и очевидно. Первый ход автоматом за спейс-марины, если только не случается, перехвата. Типа сканеры смогли обнаружить передовые части десанта. Победные условия. В конце игры побеждает тот, кто набил больше очков. Праймари-объектив. В конце игры за каждый объектив маркер. Если находится маркер на Гандвиге, 3 очка получаешь. Если находится на щилд-вол, это вот на этой штуке, то получаешь 6 бедных очков вместо этого. Вот такие пироги. В Таичка. Убить варлорда. Правила. Вот тут самое интересное. Специальные правила. Во-первых, да, резервы понятны. Астероидная атака. В шутинг-фазу кидаем кубик. На 1.4 ничего не происходит, просто шутинг-фаза. Но на пятерку мы можем управлять маленьким астероидом, которого... Который отправляем как бомбардировку куда угодно, с такими статами. А на шестерку мы обцеливаем огромный астероид, который даже Брюс Уиллис не остановит. Далее. Хард-вакуум. Это без, по сути, атмосферы. Спутник. И потому здесь правила стандартны для 40 вакуумных сражений. В вакууме. Рендинг. Рендинг правила у всех ваших атак. Потому что маленькую дырку сделал, все, как здесь в цели. Низкая гравитация. Вся пехотка двигается на 12 дюймов. Приятно? Более чем. Но. Если начинаем на Difficult Terrain, сразу же кидаем Dangerous Terrain Test. И Void War. У нас Night Fight. Так, мы сражаемся в пустоте на темной-темной-темной планетке. Точнее, на ее спутнике. Армия Белых Шрамов, которой командовал Коля, состояла из базового детача. Scar Blade Strike Force. Это огромное скопище байкеров было предназначено для прорыва линии обороны противника. И в своем ядре имело две формации. Hunting Force. Именно эти формации предназначаются для точечного выпиливания и устранения очень важных целей у оппонента. В данном случае Коля мог назначить до трех юнитов, против которых эта формация имела бы перебросы на пробивание и попадание. Также, в случае, если бы байкеры добрались таки до этой цели, они получили бы правило Furious Charge. Состав формации. Первым Hunting Force командовал сам Корсара Хан. В дополнение к этому у него в подчинении оказались два отряда байкеров, состоящие из трех десантников, вооруженных графганами, либо комби-гравами. Также был отряд из скаут-байкеров и атак-байкера с мультимельтой. Точно таким же Hunting Force командовал Chapter Master, у которого была полная закачка. То есть Eternal Shield, Thunder Hammer, Байк и Artificial Armor. В остальном, точно такая же закачка у членов данной формации. Для быстрого прорыва линии обороны и занятия ключевых объектов была создана Stormbringer Squadron формация. Включая в себя множество спидеров и скаутов, данная боевая единица может похвастаться своей скоростью, так как в ее составе находится Лэндспидер и два отряда скаутов, которые тоже находятся на Лэндспидер Стормах. В первую очередь, это очень быстрые и маневренные юниты, которые могут с легкостью переманеврировать медленные войска Тау. И в условиях вакуума даже простые боевые лезвия скаутов могут причинить очень много неприятностей любому отряду Тау. Командующий White Scarf для закрепления успеха также призвал в бой Peer Tip Strike формацию. Она предназначается для быстрого и агрессивного подавления огнем противника. Для этого у нее есть правило Strategic Spearhead, которое позволяет вам либо запинить противника, либо как минимум заставить его двигаться прямо на вас. Это действительно может помочь выковырять из-за фортификации любые отряды Тау. Сама формация состояла из двух юнитов Лэндспидеров, вооруженных мультимельтами и тайфунами, и двух отрядов байкеров, которые были вооружены комбигравами и графганами. Ну и основная ударная мощь, которая в первых рядах будет карать Тау, это Skyhammer Annihilation Force. Здесь все понятно. Это Девастаторы, вооруженные тяжелыми графпушками, и штурмовые десантники, которые в первых рядах ворвутся в порядке Тау и будут нести смерть во имя Императора. Защищают оборонительную станцию на этом астероиде войска Юры под производительством эфирного и командующего Тау. Сама группировка создана по Combined Arms Detach'у и состоит из двух отрядов Fire Warrior'ов с пульс-райфлами, Strike Team'а, это бричеры, фортификации Tide Wall, на которой находятся основные ключевые точки генераторов силового поля, также состоит из четырех гандронов и формации Тау-Хантер Контингент. Эта формация предназначена для быстрой и маневренной борьбы с любым противником, и представляет из себя в данном случае войска быстрого реагирования, которые могут быть переброшены на любую линию фронта. Ими и воспользуется Юрий как средством поддержки, когда уже совсем прижмет. Сама формация включает в себя командера, гандронов, набор из шести кризисов с разным вооружением типа Fusion Blaster и Target Lock, также отряда из трех рептайдов батлсвитов, которые были закачаны на Feel No Pain, Twinlinked Smart Measle System и тяжелыми Burst Cannon'ами. Кроме одного, у которого ионный акселератор. Также в ней находятся два отряда Pathfinder'ов и большая огневая артиллерийская платформа сдерживания KV-128 Storm Surge. Помимо этого в формацию уходят три костюма типа Broadside, оснащенные линкованными High Yield Mizupod'ами. Ну и странного на этой луне оказались 30 крутов. Не спрашивайте почему и в чем они одеты. Как видите, поле у нас, ну прямо скажем, пустынное. Это под стать нашей миссии в этом кампейне Монка. Командующий White Scarif получает варлор Трейд, арбанная дробь, стелс в руинах. Вот такой вот мастер городских сражений оказался на пустынной луне. Командер Тау получает крутой варлор Трейд, который лежит, по сути, Шао Ду Сан на самом деле. Гост Ху Волк Among Us, призр, который ходит среди нас. Варлор-то его юнит двигается на 3D6, когда делает джетпак фрастмув. Расстановка Тау. Ничто не предвещало беды, называется. Действительно, все воют хороводы. Здесь птички у нас купаются в никаких непонятных озерах на этой голой луне. Здесь располагается Shield Wall, пехотка по правилам миссии выставлена, причем вся. Ну, логично. Плюс до двух любых юнитов. Это Storm Surge. Вот он. Появился вот здесь. Парень отдыхает. Ну а основные силы Тау Хантер Контингент находятся в резерве. Если большой отряд из трех рептайдов и командующий с кризисами находятся в дипстрайке, то эфирные два отряда Pathfinder вместе с Fireblade находятся в простом резерве. Вот так выглядит неудача Тау в обнаружении противника. Как говорится, плавали в бассейне и в Астенате набежала огромная толпа байкеров белых шрамов. Ход Тау не перехватили. Scout Move очень верно использовали передовые отряды байкеров. И они уже, в общем-то, здесь, в двух метрах от Дефенс Лайна. И только крутики, маленькие нежные попугайчики. Единственное, что отделяет эти огромные злые машины нагиба Империума от бедных и несчастных тушек. Вот этих вот синих милых жабят. Первый ход за марчиками. Ну что же, вот такие вот итоги шутинг-фазы. Как видите, мало что изменилось. Рассмотрим поподробнее. Hunting Force выбрал цели. Hunting Force выбрал цели. Да, это... Нет, Хаку обязательно. Хаку, это у нас эфирный. Да, большой робот, это вторая цель. Storm Surge. И, видимо, Reptide, которые все еще в резервах дадут пострадку всяких. Понятно. Как понимаете, в первую очередь страдают бедные икруты, которые, несмотря на огромные потери, там 3-4 модели. Главное, что кинули они на leadership test 1-1. Морал-чек прошли. Эпически. И эти вот крутые мужики-байкеры, которые думали их сбрить на халявку, ну как-то вот не завезло, не получилось. Хотя, конечно, убежав по седьмому LD, было бы неприятно так убежать. Раз, и конец поля. Эти крутые почти не умерли. Один попугай лопнул. А дальше самое интересное. Гравиганы и прочее, 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 прочее. Не смогли пробить. Защиту. Слишком, видимо, подготовились хорошо Тау. Даже к внезапному нашествию Space Marine'ов. И просто тупо откинули все цивые. Вон, да, сюда прилетела одна. Это значит, что этот юнит будет обязан подвигаться к ближайшей модели из формации. Вот такая вот клевая обилочка. Во всем остальном потерь у Тау нет. И такой внезапный скаут-мув из ниоткуда, без перехватов. Они пережили более чем хорошо. Посмотрим на их ответ. Итоги хода Тау. Вот так вот выглядит поле после фазы стрельбы. Поближе рассмотрим. Все началось с того, что этот огромный злой робот решил немножко сократить поголовье байкеров вот здесь. И добраться до Корсара Хана. Но не добрался. Убил трех байкеров. В принципе, тоже ничего. Далее переместилось действие на этот фланг, где круто и отважно стреляли по байкерам. В итоге кого-то да убили. Напомню, у нас правило хард-вакуум, позволяющие получить всем атакам рендинг. Потому что даже базовые, круто, уже страшные стрелки в такой ситуации. В общем-то, одного они завалили байкера. Потом туда же, да, стреляли немножко дроны бро-отсайдов. Но байкер молодец, справился, лидерство кинул. Сами бро-отсайды, да, они считаются двигавшимися, потому что побегали к отряду, который их сманил таки буквально, отвлекающий стрельбой. В итоге снэпшоты. От снэпшотелей все равно неплохо. Хотя бы их дроны. В остальном потерь нет. Но, как итог. Здесь ребята уклонялись, заявляли джинг от стрельбы круто. И здесь тоже заявляли джинг. Ход Тау закончился, для Спейсмаринов все хорошо. И сейчас упадет под пафосную музыку, видимо, основная часть морализонского балета. В первую очередь из резерва приходит Skyhammer Annihilation Force на дропподах. Это два отряда девастаторов, которые делятся на комбат-сквады, вооруженные в разной мере гравитационными пушками. И ассолтные Спейсмарины. Штурмовые десантники, которые будут атаковать передовые порядки Тау. В условиях борьбы в безвоздушном пространстве, даже простые атаки любого космодесантника могут нанести большой урон любой единице Тау. Никакая броня, даже 2 плюс пасбросок, не спасут броу-отсайды от массированного нападения десанта. Помимо этого, даже простые штурмболтеры из тех же самых дропподов могут с легкостью уязвлять пехоту противника. После этого фазы передвижения юниты байкеров еще ближе подвигались к противнику. В первую очередь их интересует уничтожение кордона и скрутов. Лэндспидеры же заняли огневые точки на безопасном расстоянии. Дальность вооружения позволяет вести маневренный огневой бой на своих условиях. Дальность вооружения Как видите, почил Сторм Серж, уничтожаются сейчас дроны. Все это дело рук, ну если мы касаемся Сторм Сержа, вот этих вот мужчин. Три байкера. Нанесли они большинство вунтов своими гравиганами, болтерами, рендином. И бедняжка не посылил все. А добил его Скайхаммер и гравиганы, видимо, просто достреляли. То есть за 2 юнита мы потеряли Сторм Сержа. Ну что же делать, робот не ожидал такого стремительного нападения. И сейчас происходит уничтожение уже приоритетных угроз. Это бро-сайды, которые что-то еще могут, тем более правила рендин. Но оно сыграет сейчас злую шутку. Вакуум штука такая. Разборки в упор. Мы садились из дроп-подов мужички и начинают палить. Палить из чего попало по бро-сайдам. Одного они убивают и одному вешают в вунду. Пин-тест на трех кубах теперь происходит. И так запилили. Ты же сам запилили. Нет. Запилили. Ну они у тебя... Этот дроп-под добивает двух оставшихся воинов-касты огня, которых уничтожил спидер своими шаблонами. Осталось всего 2,4 воинов-касты огня. Впереди еще стрельба всей почти байкерской армии белых шрамов. Мультимельт-атакбайкера убила одного из дронов ракетных. Еще один атакбайк мультимельт-эв-дроны, точнее процедов, не пробил просто-напросто. Ну и остается теперь дака-дака-дака-дака-дака от байкеров. Эти ребята джинковали. Напомним, они будут, видимо, чарджить круто всяких. И эти не джинковавшие мужички расстреливают круто вблизи, почти в упор. Видимо, застреляют в красар и хану. Это несложно. Я был неправ. Два каверса ива для круто. Как раз, в общем-то, можно сказать, за ночь. Вскрылись в ночи круто. Круто. Лидерство везде, к ней, странно, пройдено. Седьмое, восьмое лидерство. Залог успеха, как оказалось. И черджи. Видимо, тут скаут. Байкеры. Просто байкеры. Ассоутники. Сейчас все покажем. Штурмовики. Ассоутные спейсмарины чарджили фаер-варьеров. На ответном огне они потеряли одного из бойцов. Но при этом кинули достаточно много на штурм. Они могли использовать после дипстрайка свои собственные рансы. Без пенальти. И зашли. Правда, теперь нужно кинуть денджерский рейн-тест. И выжить. Так как, опять же, у нас низкая гравитация. Везде можно ломать свои лапки. Эти десантники штурмовые атакуют бричеров. Бричеров на стенке. Ответный огонь. Сейчас производят бричеры. После чего десантникам нужно будет кинуть в районе 8 дюймов. Но даже с роллом всего 5 дюймов кинули спейсмарины и потому не доходят до позиций бричеров. Одинокий байкер, крутой мужик с остальными яйцами, чаржит всю эту гапшу крутов, который скринит стенку. Круты внесли ему с сейф-рендингом, причем, но джинк рулит. Второй джинк за ночь у вайс-кара. И впиливается крутов. Скаут-байкеры пытались войти мультичарджем в бричеров и крутов, но не достали. То же самое. Скаут-байкеры пытаются сделать то же самое. Мультичардж в крутов и бричеров. При этом круто начинают огрызаться своими крут-райфлами. Все откинули на овервочи, хотя насыпали довольно много круто. И въехали на стены. Вот такой вот ассалт. Красиво въезжают прямо на стены вайс-кары. Байкер с Hammer of Res ушатал одного круто и теперь пытается разобраться с бедными попугаями. Убил одного из крутов, теперь круто его окружают и будут стараться вмозжить бедному парню. Круты ничего не сделали Space Marine. Рендингом порубили уже двух бричеров, потому что, опять же, хард-вакуум. Любые атаки имеют правило рендинг. И в крутов теперь наваливают. Минус пять крутов. Все-таки легко нарезать попугайчиков. Легко обидеть попугая. Ну как что, там крутой байкер застрелил. Как итог, перемололи ассалтники вместе с байкерами почти всех бричеров. Остался один-единственный бричер и дрона. А, ты отсюда убиваешь. Еще три круто почили. И Space Marine остаются почти в гордом одиночестве. Вот такая вот судьба ждет всех, кто придет к нам на нашу стену. Знаете, ублюдки? Рендинг по вам плачет. Да, вот такая вот судьба. Попал, пробил на шестерку. Ну и лидершип-тест. Узнаем судьбу парней. Насколько они убегают. Ну подождите, догонять-то я имею. Круто. Круто, да. Так, воп. И круто бегут. За того парня. Круто бегут, а вот этих ребят догнали и убили. Круто оказались за стеной в безопасности на какое-то время. А эти ребята, они схлопнулись. Веселый мужик прогнал Крутов. И, как ни странно, догнал и раздавил. Намотал на колеса. Вот такой вот счастливый байкер. Собрал много веселых холшоков и клювиков. Итоги хода. Можете сами все видеть. Осталось у Тау мало сил. Спейс-марины нагибают, карают. И, в общем-то, походу, Луна будет захвачена именно Вайцкарами. Ну, это Бекова, потому что передовой отряд, он и занялся истреблением, ничего не ожидающих Тау. Но, правда, вот сейчас придут резервы. Юрия, Юрия, давай. Рептайды. Не сегодня. Командер с Критаками. Командер и Критисы. Не сегодня. Видимо, ребята на орбите знают, что лучше подождать, пока вайп-аут произойдет. И просто-напросто пережить всю эту резню. Посмотрим на ход Тау. Пассайдеры, кстати, пришли. Пассы здесь нужны. Пассайдер, пассайдер, дяденька. И еще одни пассайдеры. И дроны. И дроны еще с эфирным. Да, конечно. Ладно, я понимаю, вот такое командование, он решил выжить. А знаете, почему вы не видите здесь ни пассайдеров, ни эфирного? Потому что эти маленькие трусишки спрятались вот здесь. Вот они, маленькие трусишки. Эфирные, которые прямо на краю пропасти, говорят, ребята, я не хочу умирать. Кто-нибудь остановить вот тех парней. Когда вы так что-то делаете, бежим вот туда. Подожди, подожди. Но сначала же мы должны защитить. Защитить нашу. Да, луну. От пропаганных десантников. Благодаря тому, что формация позволяет юзать маркеры до трех отрядов. Может, да, заюзать маркеры все вместе. Три или больше. Отлично. Вот эти два героя, просто мужчины с слонными пушками и с рейл-райфлом. Они смогли сбить такие страшную машину космодисонаткой. А присела такая, типа, Джонни, а не понял, что случилось. Что случилось? Забилось, видимо, что-то в движок гравитационный. А в остальном армия Таус могла убить шесть десантников в сумме. Здесь подбрила она немножко девастаторов. Было, да сплыло. И здесь осолотники пострадали. Но все стоят мужики, так что не так и страшно. Шесть десантниковых спидер за шутинг-фазу. Вот так. Ход в спейс-маринов. Комета, кстати, не пришла. Она вообще у нас не приходит всю игру. Сейчас она придет вот туда. Видимо, не метеоритная у нас сегодня погодка. Уничтожив бойцов на передовой, теперь спейс-маринов занимают полномерно фортификацию. Лэндспидер же принимают фланговый обход с целью не дать противнику высадиться вне зоны поражения их орудий. Спидер от турбо-буснулся вот сюда. Оба дроппода штурмболтера, и в отряд бродсайтов стреляют. Стрельба на этом задорном фланге. Для начала, мультимельте сюда, здесь был дрон, он принял на себя, второй сейф от Билла. Далее, отряд девастаторов все сбрил сюда, убило двух бричеров. А дальше пошла свистопляска. Два штурмболтера сюда с дропподов, здесь были дроны, Коля пытался выбить дронов, но сейф, все ушло в сейф. Эти девастаторы разлетелись сюда, в итоге один из дронов умер, до сих пор был мажорный сейф второй. Эти ребята опять же с гравипушек налили, и на этот раз умерло аж два дрона и вунда. После этого пульнули эти ребятки сюда же, и добрили еще дрона. Теперь мажорный сейф здесь второй, остался один из дронов, и все. Все на этом фланге пока, ничего больше не происходило. Ракеты с этих спидеров вможили в эфирного и его отряд. Двух дронов убили, немножко проредили, чуть-чуть. Байки и Чаптер Мастер они постреляли в отряд орбиталкой, всем прочим. В общем, все, что осталось от пассфандеров, которые залегли, и дронов. Недовольный эфирный совершенно командует ребятам. Ребята, бежим на фаза ледоков. Все успешно все прошли, чержи. Вкатились ребята, здесь вкатились, мультичарж веселый. А если они убегали, эти ребята убегали? Нет, нет, нет. А почему они здесь оказались? Здесь никто не убегал. Почему они здесь оказались? Отошли, отошли. Отошли? О, окей, как-то пошляпил. Крут до сих пор бегут, если что. Здесь ребята мультичаржем впилились и в Крутов, и в Бричеров. Это все чержи, как я вижу. Да. Байкеры пытаются сгрызть Бродсайда. Отвешивают ему Хаммер Фрес 3 сайва. И первая дырочка полетела в нашего Бродсайда. После этого идет шесть. Я так напомню, есть правило рендинг, потому что вакуум повсюду. Рендинг таки нашел. Бедного Бродсайда. Он помер. И сайвы еще два. И еще дополнительно дрон помер. И Бродсайд. Байки, видимо, освободились из ближнего боя, так как дистанции мало. Хаммер Фрес сюда, довольно успешный, убивает двоих байкеров. В том отряде ничего не произошло. Устояли ребята. И базовые атаки пошли. Ведерко. В итоге в этом отряде погиб один. Файер Варриор. И в другом отряде тоже погиб один Файер Варриор. В ответ ничего не сделали. И у него тоже будет лидершип тест. Страдают круты от Хаммеров Фрес. И сейчас они будут страдать также от атак ближнего боя скаутов. Уже четыре крута откатилось. Две атаки Хаммеров Фрес в Бричеров. Две атаки в Бричеров. И, видимо, уже первые трупики у этих Бричеров. Атаки скаут Байкеров. И Байкера убирают еще. Двух Файер Варриоров Бричеров. И все. Очень-очень-очень мало атак в ответ прилетит от Бричеров. И круто. Маловато. Не пробило ничего. И атаки ответные Бричеров. Ну, как видим, тоже. Оп, шестерочка. Повезло Бричерам. Вот это мужики. Пейс Марины на догонялках кинули 1-1. Они сейчас умрут, смотри. Вот сейчас стабильно 1-1. И Бричеров смогли убежать, завалив притомбежак. Двух Фрес в Бричераме. Да. Избегают в Двух Фрес, ребята. Теперь здесь лидер шип-тест. Завален был. Лидер шип-тест завален бродсайдами. Догонялки. Пять у бродсайдов. И... Убежал. Убежал, да. 7 на 6. Жесть. 9 дюймов. Дистанция побега одинокого бродсайда. Ну, печаль, беда. Этим парням быстрее двигайся. Здесь лидер шип-тесты. И ребята убегают, кинув. Собственно, слишком большие цифры. Лидерство. Байкеры разъезжаются. Здесь консолидация. На 4. Здесь. Теперь самое интересное и самое важное. Кто-нибудь за меня там. Юра должен кинуть. Командер. Не пришел Командер и Рептайды. Парад у нас. Молодец. Спасибо за партию. Я считаю, Коля может собирать свои модельки. Не, ну он же второй ходит. У него еще автоматом придут. Паригрупп убегающему бродсайду. И убежал. Убежал. Молодец. Испарился отсюда. Улетел. Да, вот что значит не брать баунинг-найфы. А круто стоят. Круто. Круто, да. Теперь и круто убежали. Вот такая печаль. И бричеры тоже дальше бегут. Хотя могли бы регруппнуться. Потому что ни один-один больше, чем четверть отряда осталось. Эфирный погиб от ракеты. Вот отсюда. Со второй. Причем погиб. До этого все выкосили. Байкеры. Всех. Почти дрончиков. Всех парней. И вот сейчас будут догрызать. Видимо, Чардж впереди нас ждет крутого Чаптер Мастера. Залегаем сначала в этот. Это больше не земля для Тау. Не осталось в этой половине стола. Больше моделей Империи Тау. Ждем выхода рептайдов и командора. Остатки вот здесь. Стандартная. Ну, стандартная. Опять ходу. Рептайды падают вот сюда. Вот причем падают хитом. В уголочек. Выставили фрептайдики. И будет вонзаться, видимо, в редуды своей же бывшей стенки. В этих вот Space Marine с гравиганами. Со всем прочим добром. Командер выбирает точку для падения. Вымеряется. Думает, куда же упасть-то получше. Стол-то везде, в общем-то, в десантничках. И не может Юрий решиться. Боится он Чаптер Мастера. Остается он здесь. Здесь улетает на 6 дюймов поближе. И уже недалеко, недалеко от Великого Ужавного Чаптер Мастера. Приземлились, ребята, окончательно. Вот в таком боевом порядке. Все с таргет-локами. Злые в разные цели стреляют. Посмотрим. Попытка таки вывести в этой игре Метеор. Да ешкин ты кот. Нет снова. Не метеорная погода. Реактор. Реактор Рептайдов. Пошли дыры. Естественно, СМС. И последний. Ну, одна дырочка есть. А, и дырка, естественно, ФНП. Да. Стрельба распределилась так. Все дроны в этот отряд. Вот тут байкеры. Эти ребята, они стреляют сюда и сюда. Ну и плюс еще один из мужиков. Видимо, в Атакбайк. Шикарно. Сейчас посмотрим на итоги этой суперкрутой стрельбы. Смогут ли они оправдать имя Супербоинка стрелкового или нет? Ну что же, как итог-то неплохо. Уже убили двух байкеров. Все, что могли, сделали. Эти маленькие веселенькие дрончики. Сюда повесили один Гленс только. Ну, не смогли в этом случае. Здесь подорвали таки один из спидеров. И здесь подорвали шторм, из которого выползли три выживших скаута. Они-то их будут нарезать своими мечами, комбат-блэйдами, вспарывать герметичные костюмы Тау и убивать их. Я уверен, так все и будет. Смски. С репсайдов стреляют по спейсмаринам с гравиганами. А за что три плюсы? Ринкованные. Пробиваем на три с плюсом с рендином. Рендином мы не видим. Чего, есть? А, мы от встречу. И, соответственно, еще шесть силов. Шесть силов. Всех убило. Смски опять отжигают. Лок рендингом. И, ну, три вследствие вакуума лопнули девастатора. Неплохо отстреливают, ребята. Таргет лок пригодился. Пулемет шестолочка наворачивает. Попадание хорошее. Посмотрим на пробивание. Ну, классно. Ничего не дескать. Класс этот рендинг. И пять сейвов. Сколько прошло? Пуля отражается. Нет, не отразилось. На 12 дюймов отпрыгивает отряд с командиром. Отпрыгивание. Отпрыгнули они вот сюда. Вот на эту позицию подальше от ближнего боя. А эти ребята кинули две единицы на маневр. Ну и все, в общем-то. Здесь же и остались. Скауты решили подраться. Выпрыгнули из шторма. Метеорона кинула. Да, метеор, кстати. Метеорит. Да. Отлично. Восемь-три маленькие будут. Так. Как мы рискнем. Смотри, мы сейчас. Момент фата закончилась. Все марины побежали в атаку. Спейс, смотри. Мы сейчас рискнем маленьким шаблоном. Маленький шаблон. Летит сюда. Метеор. Отпрыгнул. Убил метеор двух скаутов уже. И посмотрим, смотрим, убить кого-то из Тау. Восемь-три. Давай. Три. Убежащий командор, да? Да. Восемь-три. Берем на себя. Воу. Окей. Чаптер Маскет посернился к байкам. Прошли вот сюда. И здесь ребятки перегруппировались, чтобы ударить по Тау. Корсара Сан решил зарезать командующего Тау. Расстреливают довольно быстро и бегло. У командора две дыры. Шестой ковершейф. В итоге мало ребят осталось в живых. И будет жесткая хатха-заруба. Здесь стрельба с болтеров. Ботикард умер. И, видимо, все. Придется руками вколачивать в землю. Фаерблэйд уже такой замахивается на Корсару. Вот это битва героя. Меч ритуальный. Да, это круто. Этот фланг. Ну, здесь массовая стрельба. И просто посмотрим на итоги. Что смогут сделать оставшиеся гравиганы, мультимельты, болтеры с рендином. Вот 15 веселым вундам. Как итоги. Вот у этого рептайда, ближайшего, есть дыра. У более светлого парня две дыры. А все потому, что атакбайк, гравиганы все. Они сделали свое подлое дело. И впереди еще чардж. Этим самым, видимо, байкером. Лидерство за большущий отряд рептайды стоят. Зарубили. Корсара зарубил. Фаерблэйда. Ну, а теперь вернемся к самой интересной части рубилова. Четыре плюсы, да? Одна инвулина. И шесть сейвов. Хорошо. Кидать будем. Ну, неважно. Один вдох. Одна мурана. И это атакбайк внутри. Атакбайк, у меня три атакбайка. Сейчас же. Да, что это таки. Блокпал. Инвулий и сейв. Ну, я говорю, сейв сначала. А, сначала сейв. Значит, не сейв. Этот сдох. Ответка. Командер. А он не хочет. Ну, вообще не хочет. Просто. Ну, и все, лидер. Давай лидер, завалил. Ну, потом. Давай, да ладно. Догоняем скаутами. Давай, кинь. Зарезанный махайк. Консолидация здесь. Консолидация здесь. Убирай, пацана. Четыре, я уже забыл. Че их не будет в таком виде. На фонах пол. Здесь все более прозарично. И, само собой, аааа. Сжирают рептайды. Атакбайка. Консолидация на 4 дюйма. Рептайды в своему минфазу побегут на Space Marine, так как они были спровоцированы байкерами из крутой формашки. Вот они. И все. Ход таун. Беги, че. Обратно возвращаюсь на позицию. Появилась дырка у рептайды, потому что реактор единичка была. И еще разок. Синего молодец. У синего реактор запустился. Наинвуль, видимо, да? Наинвуль. Окей. Space Marine подъехали. Стрельба ничего не дала Тау. А вот Space Marine подъехали как можно ближе в ответ. И расстреливают. Расстреливают, в общем-то, остатки сопротивления Тау. Навешивают кучу инвулей. Вот инвуль завален. Веселый бровеганщик. Расстреливает. Все и вся. Убивает. Одного из рептайдов. И остается последний парень, у которого еще три вунды? Да. Много. Девастаторы расстреляли парня. Так что одна вунда осталась. Последняя. И его достреливают уже бидеры. Уже атак байкер включается в дело. Он-то и прикончил последнего рептайда. Поле зачищено. Сектор Клир на барабане. И эту миссию, первую в кампании, выигрывают лайтскары. А пока Юрий будет смотреть в камеру и махать рукой, да, он сегодня первую битву проиграл, Коля выиграл. Но ты сможешь взять реванш, я уверен, когда будешь уже оказать по полу мафинки, как в детстве, и стрелять рейлганами по бедным несчастным лемонрасам. Ну как бедный несчастный, у них рерол на результат пенитрейта. Немного, немало. Нет, 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 почему нет. Потому что для этого нужно взять техмарина. Техмарина нельзя. Потому, Юра, ты будешь с десятой силой окучивать свою флаж просто. Вешать маркеры, эти маркеры, игнорировать ковер. А у него скайрей есть. Ну хорошо. Потому все. Один выстрел. Возможно, только возможно, ты возьмешь реванш в следующей битве. И помни, не властричь при планировании. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Коля, спасибо, Юрий, что они сыграли эту битву. Увидимся во втором туре. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok